Всем привет! В этом видео маленькая распаковка необходимых предметов в обиходе дома. С вами Валя и вы на семейном канале Сергей Валя Грачева. Это накидка для стрижки, это ножницы для маникюра и педикюра, но это не для людей, а для животных, для наших любимых котов заказали. И такая накладочка силиконовая для клавиатуры ноутбука. Начнем с ножниц. Цены на каждый из этих товаров смотрите в левом уголку видео. Ножницы для обрезания когтей у котов бывают разные, но проведя исследование и прочитавши много отзывов, мы остановились именно на этом варианте. Эти ножницы небольшого размера, пластмассовые ручки, внутри каждого кольца есть силиконовая прокладка, благодаря чему во время стрижки когтей пластик не будет давить в пальцы. На полотне ножниц имеется круглый захват, который позволяет удобно без травматизма обрезать когти животному. Следующая посылка для нашего ноутбука, это тоненькая защитная силиконовая накладочка на клавиатуру, индивидуально для нашей модели ноутбука. Ведь клавиатура в каждой модели ноутбука отличается по форме и по своей разметке, поэтому вам надо будет искать индивидуально для вашей модели. У продавца можно купить прозрачную, как у нас накладку, также и цветную, но если у вас клавиатура с русским текстом, как у нас и которая имеет подсветку, тогда лучше использовать прозрачную силиконовую, так как через эту накладку хорошо будет видно и русские клавиши. Если вы купите цветную накладку, на которой уже имеются выгравированы английские буквы, тогда помните, что русские буквы на клавиатуре вам не будут видны. Стоит об этом помнить при выборе такой накладки. Мое последнее это накидка для стрижки. На сайте можно выбрать любую. От накидки, которая просто свисает, которую в принципе принято видеть у парикмахера в салоне, так и такого плана. С виду кажется, что диаметр этой накидки маленький, потому что в пакете компактно укомплектована. Если обратить внимание, она сложена восьмеркой и имеет два кольца. Сейчас я покажу ее реальные размеры. Разлаживаю. И она превращается в большой круг. Материал этой накидки нейлон. Ну, что-то такое похоже на материал, который часто используют в зонтах. В центре накидка имеет отверстие. И это логично, потому что в это отверстие продевается голова. Это у нас лицевая сторона. Подсказкой являются две ленточки. Вот так выглядит изнаночная сторона, на которой находятся швы. Диаметр внутреннего отверстия составляет 31 сантиметр. Немаловажно обратить на это внимание, потому что диаметр головы у всех разный. У кого голова побольше, в принципе, можно ее купить, но при этом тогда придется сделать аккуратно в каком-то месте небольшой надрез. На этом отверстии есть две липучки для того, чтобы плотно обхватить шею и чтобы волосы не падали на тело. Диаметр кольца 61 сантиметр. Принцип этой накидки такой. Продевается во внутреннее отверстие голова, плотно фиксируется вокруг шеи. Удобно должно садиться на плечи, для того, чтобы внешние края кольца слегка поднимались. И во время стрижки волосы, чтобы падали внутрь, а не падали на пол. И при этом обод не будет мешать парикмахеру стричь клиента и ходить вокруг него. А сейчас вы увидите накидку в деле. А я буду с вами прощаться. И до встречи в новых видеороликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок